вот такой красивый завтрак сегодня добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться всем привет друзья мои сегодня у меня королевский обед завтрак и ужин что же я буду кушать значит это яйцо пашот знаете как его отварят очень легко нужно скипятить воду посолить воду затем также можно и уксус добавить чуть-чуть чайную ложку мешать по часовой стрелке так чтобы образовалась воронка и в эту воронку нужно что сделать разбить яичко посмотрите это настоящий пашот я на какое у меня потекло так вот дальше что и все и оставить до половой готовности как даже белок сварится и все вот у меня сосиски такой салат и сейчас я буду кушать мою мульчицу которую я делала который никто не ест кроме меня а вот и я мои друзья в мерсине сегодня похолодал вчера был сильный ветер с утра был дождь а потом а сейчас солнце ну прохладно очень холодно я сидела как раз писала пост но на яндексе деле и так замерзла это кошмар какой-то так что пришлось одеть свитерок сверху и я еще не кушала проголодалась знаете чайник у меня кипит вы знаете почему у меня такой обед почему не с салат шкэмом я сейчас вам объясню потому что я решила привести себя форму привести себя в надлежащую форму я ж купила много себе шмоток а не влезу в них хочу быть чтобы не везде нигде ничего не торчало и не вылазила некрасиво и еще у меня мне нужно у нас открылась зумба как я сказала но я пока не хочу пойти туда пока я не приведу себя в надлежащую форму чтобы там же эти турчаночки все будет смотреть на меня шучу конечно но все таки я хочу пока привести себя в порядок и это у меня получается да это у меня получается ну что я сейчас буду кушать а потом может с вами поговорю я думаю может мне начать делать мутбанги как многие блогеры но я очень много чего узнала как делают мутбанги но особенно я любитель того посмотреть как кушают другие когда особенно я на диете сижу я помню когда у меня не было ютуба и у меня был такой период адаптации я приводила себя в порядок тоже я заходила вот попадались мне эти таиландцы японцы китайцы вот я обалдела от их поглощения пищи то есть такое количество огромное и так быстро они все это делали так смаковали так чавкали так это но было это интересно смотреть я каждый день смотрела и наедалась вместе с ними ну а сейчас там можно сесть и делать блоге но у меня это не получается мутбанги еще нужно хочется как-то красиво нужно наоборот кушать вот с таким аппетитом чтобы у вас слюнки потекли ну а это я пока еще не привыкла к таким вот банком таким видео в таком ракурсе себе показывать помню многие пишут ну короче дают какие-то разные советы поэтому я решила не буду портить о себе впечатление и буду удовольствоваться тем что я показываю свою жизнь и моих родственников но иногда болтаю на какие-либо темы и и кстати у меня одна такая темка есть интересная вот я бы хотела с вами ее обсудить но до этого еще расскажу ну до этого сейчас я пообедаю потом перейду в мою комнату и мой кабинет и то оттуда с вами поболтаю и еще хотела о чем с вами поговорить да эти мутбанги знаете как делают они микрофон ставят прямо под рядом возле под челюстью можно сказать и вот именно эти вот эти звуки все чавканье шмаканье все так тому подобное все это слышно и вот это настоящему банда оказывается youtube и проверяет а потом уже рекомендует другим так что вот такие вот вы знали об этом нет а я вот об этом тоже недавно узнала ну а сейчас я хотела бы с вами поговорить о турецких мужчинах о отношениях между турецким мужчиной и нашей пускай азычная славянская какая бы разница не было русскоговорящие женщины и это одна из слабодневных темы не так ли мои девочки для мальчиков наверно будет интересно для девочек я с вами поговорю и хочу просто вас предостеречь и защитить чтобы вы были более внимательными более умными и не дали себя обмануть и чтобы вы не страдали из-за турецких мужчин о чем бы я хотела поговорить и почему я решила поговорить с вами на эту тему у меня есть одна подписчица с ней очень часто почти каждый день мы общаемся из-за того что она хочет очень выйти замуж, она не хочет быть в роли любовницы она хочет выйти замуж и ехать из своей страны так как она влюблена в Турцию это безумие и она спросила как мне познакомиться с турецким мужчиной естественно я ей посоветовала сайты которые слышала но она не хочет воспользоваться этим сайтом то есть она из-за своей неопытности и отсутствия знаний в интернете она не может зарегистрироваться на этом сайте ну я и сказала говорю у вас фейсбук есть есть ну тогда давайте идите вперед в связи удачи вам и всего хорошего кстати еще много из вас просят чтобы я с кем-то вас познакомил мои дорогие вокруг нету таких достойных мужчин которые могла бы я вам предложить во вторых я не знаю кто и я с вами не знакома и это поверьте по очень большая ответственность которую мы с мужем не хотим на себя брать не дай бог вы поживете приедете допустим что-то будут какие-то проблемы поэтому я не чужая себя темный лес зря говорят вроде бы так знаешь одного человека когда он такой хороший весь любиобилий но какой он в отношениях это только вы узнаете так вот перейдем к предосторожностям и от чего бы я хотела вас предостеречь мои дорогие девочки часто турецкие мужчины у них такая привычка объясняться в любви с первого вашего знакомства может через час через два он уже вас любит в безумии и называет вас такими ласковыми словами как ашкэм с эргелим хаятым и так далее но я вас очень прошу вы на это не обращайте внимание и принимайте близко к сердцу и всерьез к этому хочу добавить что когда мы познакомились с моим мужем и я так слышала что очень часто они прям сразу ашкэм 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 мы воспринимаем как это любимый так ли и многие даже я так думала как это вон я такая любимая для кого-то становлюсь сразу же а это просто у них такое прощение ну так вот мы с мужем когда только познакомились он узнал мое имя и все мы так общались с ним и после нескольких встреч после нескольких встреч вдруг у него вылетела ашкэм я так ах ты мне назвал таким именем почему я так еще так серьезно это остановила его а он говорит ну я постепенно начинаю привыкать к тебе если я скажу 50 раз ашкэм значит ты действительно моя ашкэм и я представляете считала по пальцам через несколько дней там игру уже 8 раз ты мне назвал и так далее и так далее так что мужчина серьезный который посмотрит на вас не будет вас первый же день и называть любимой и не будет требовать от вас того чтобы вы назвали его любимым и объяснялись в любви как часто это происходит вот моя знакомая пишет мне что сколько она знакомится все сразу ее любят и просят чтобы она призналась им в любви ну это просто смешно и не серьезно так что вы будьте осторожны не обращайте на это внимание следующий факт следующая предосторожность если мужчина турецкий попросит вас обголиться выслать обнаженную фотографию или показать себе то что-то из из вашего сокровенного то это ненормальный мужчина сразу его блок нормальный мужчина никогда не потребует от вас это то есть ему вы потом не будете интересны если он получает удовольствие от фотографии или от обнаженного вашего вида то зачем ему нужно брать на себя такую ответственность приглашать вас жить вас кормить вас жить с вами кормить вас и так далее и что-то вам покупать скажите не так ли? и не факт то что он может использовать это против вас если вы вдруг его пошлете на три веселые буквы заблокируете или опубликует ваши фотографии в соцсетях будет показывать своим родственникам друзьям всем подряд и как вы будете выглядеть в этом ракурсе вы сами понимаете так что ни в коем случае сразу бан таких маньяков третья предосторожность никогда не не рассказывайте мужчине о вашем финансовом положении если вы самодостаточная и богатая женщина то есть вы можете не рассказывать аж кмв пришел то есть если вдруг у вас все так хорошо и он будет интересоваться говорите что у вас все плохо если вдруг он очень интересуется это неспроста так что будьте внимательны никогда не говорите вы если вдруг соглашаетесь на эти отношения то вы должны быть полностью на его обеспечении но я вас потом еще научу как быть в той или иной ситуации мой муж соскучился по мне пришел следующее если он молодой человек или пожилой или неважно сколько ему лет все будет знакомить вас со своими родственниками, друзьями, близкими это ни о чем не говорит поверьте мне это может быть просто так и люди не понимают кто вы и что из себя представляете так что если он познакомил вас не думайте что это первый шаг к серьезным его намерения следующая ситуация может возникнуть такая что вы будьте готовы если мужчина может вас проверять он может просто так переписываться и вдруг исчезает на неделю и потом появится это первый шаг того что вы ему становитесь неинтересным или у него какие-то злые намерения он может это объяснить тем что он пропал из-за того что заболел или заболела его мама или папа или у него какие-то проблемы с налоговой или полицией ему нужна материальная помощь финансовая и если вы клюнете на это то это поверьте будет продолжаться постоянно так что сразу бан его увольняйте социальных сетей и своей жизни я вам просто рекомендую следующее на что вы должны обратить внимание как он вы должны сразу говорить о том что вы не хотите быть очередной его куклой хотите серьезные отношения и сразу говорить то да я хочу допустим встретить мужчину выйти за него замуж и я там допустим христианка мусульманка у меня такие идеи такая вера и вы должны говорить об этом ему сразу что не будет ли такой проблемы как я сказала своему мужу и он уже говорит нет ты должна допустим принять мусульманство или ты должна принять христианство и вы должны это все обговаривать сначала чтобы вы знали что вас ждет и что ожидает чтобы не было разочарование многие женщины наши которые приезжают сюда в Турцию они сами добровольно принимают ислам и очень счастливы если вдруг это не по принуждению мужа если вдруг у вас это желание большое это Бог вам судья как говорится никто никого не принуждает у меня нету на этой почве проблем поэтому я как была христианка так и буду и да я уважаю традиции и обычаи своего мужа и его семьи я даже когда у нас молитва перед едой в деревне я всегда делаю так как другие и говорю аминь и все но мне очень интересно про эту веру узнавать по другому я ее услышала от своего мужа от моего свекра но никто меня не принуждает так что обговорите с ним в начале вашего знакомства все эти нюансы чтобы вы потом не пострадали ну не то что пострадали морально и естественно обговорите свое положение насчет детей и все узнайте как он любит если у вас маленькие дети вы все должны говорить ничего не боятся вы все должны спрашивать что меня ожидает хотя умный мужчина серьезный он сам вам скажет что и вас ожидает если вдруг с ним произойдет какое-то несчастье и да я согласна тем что материальные ценности не главное главное чтобы было у вас взаимоотношения хорошее вот меня допустим до сих пор говорят и вы как вас эксплуатируют вы все время готовите почему так почему так я не согласна с этим то состояние и комфорт которым я пребываю сейчас для меня ценнее всяких машин квартиры все так что мы еще молодые у нас все впереди так что не это главное и богатые тоже плачут и у них столько проблем я уверена и так же может страдают а на вид показывают как мне сравнивать с другими блогерами может они у них еще и похуже просто не рассказывают а я говорю все как есть нету у нас того нету когда будет я вам покажу и так ли так у меня уже рука онемела замерзла поменяю видео кстати переснимаю во второй раз так как у меня микрофон и худение было сильное и я пожалела ваши уши поэтому перезаписываю это видео повторно еще мои девочки и мальчики что бы я вам порекомендовала я бы вам порекомендовала не сжигать все мосты если вы будете встречаться с мужчиной впервые не верьте и не принимайте решение что вы должны сразу выйти замуж вы должны сначала познакомиться может по переписке или по общению мужчина другой а в жизни в отношении он совсем другой будет я сколько раз рассказывала вам истории моих подписчиц где мужчины менялись на сто процентов и предупредить хочу вас еще об этом и мой муж всегда говорит если вдруг вы встретитесь на какой-то территории и вдруг на него ни в коем случае в первый вечер не идите с ним на близость я просто вас очень прошу он сразу если вы хотите быть в роли любовницы и так встречаться то другое дело если вы хотите чтобы этот мужчина женился на вас то ни в коем случае в первую ночь не надо ложиться с ним так я уже перешла к более конкретно сказала он поверьте никогда не посмотрит на вас серьезно он скажет зачем мне жениться если она и так доступная так что не верьте и придумайте какую-то причину что вы скажите что вы должны с ним сначала познакомиться посмотреть как и что а потом принимать решение если вы станете ему для него в его глазах драгоценностью за которой он захочет бороться и тогда поверьте ваше желание и ваша мечта будет намного быстрее чем если вы в первую же встречу станете ему доступной это даже мой муж говорит со своей колокольни и у нас это так и произошло хотите верьте хотите нет мы наверное встречались с ним около двух месяцев и у нас может были да поцелуйчики но не больше он сам себе этого не позволил потому что устроил планы на совместную мою жизнь как я к нему отнесусь как я себя поднесу он все проверял как я отношу как ко мне относятся люди вокруг как ко мне относятся родственники он все собирал информацию так быстро невозможно решить жениться это нужно изучить человека в течение какого-то длительного срока не принимайте решения сразу просто на третье пускай приедете во второй в третий раз но вы должны с вами убедиться еще раз еще хочу посоветовать вам если вы хотите в соцсетях познакомиться дружите сразу с несколькими не заклинивайтесь на одном потому что один может вам не понравиться разочаровать в блок вас ввести и вы всех потеряете ни в коем случае делайте так умно хитро будьте хитрее девочки как нас используют как многие плачут как многие только столько разбитых сердец так и мы должны их использовать ну и по-моему я много с вами поговорила дай бог чтобы этот звук был хороший в этот раз не пришлось переписывать мое видео в третий раз ну а я наверное буду заканчивать надеюсь дала вам полезные советы а вы мои дорогие не забудьте подписаться на мой канал на яндекс цене там я вам рассказываю пишу о своей жизни прошлой так что переходите по ссылке которая находится будет закреплена в комментарии также в описании под видео подписывайтесь читайте мои статьи и очень красивые фотографии о Мерсине вообще о моей жизни ну все ставьте пальчики кверх и даже спасибо дизлайсщикам обязательно поставьте дизлайки ну и огромное спасибо моим друзьям моим подружкам с которыми я не знакома но вы для меня очень близкие люди и радуете своими сообщениями ну а хамов я буду ставить сразу бан я не позволю себя оскорблять и мою семью все буду заканчивать с вами была Светлана Та пока-пока